Когда я учился в Яшиве в Австралии, во дворе нашего общежития росли кокосы. Местные нам подсказали, что они уже созрели, и нам очень хотелось попробовать кокос прямо с дерева. Сорвать-то мы его сорвали, а вот открыть его – это уже совсем другое дело. После нескольких неудачных попыток его открыть ножом, в ход пошли пила, гвозди, молоток. И все безуспешно. Рядом косил траву местный абориген. Он все смотрел на нас, смотрел. Потом все-таки не выдержал. Сжалился над нами и предложил свою помощь. Пару секунд на изучение кокоса, и он его открывает голыми руками, чуть-чуть стукнув его разок по камню. Когда я хочу кушать кокос или авокадо, или арбуз, я должен вначале избавиться от их кожуры. С ней я никак не могу их потреблять. Кожура тыквы или апельсина, с другой стороны, съедобны. Но для приготовления варенья из тынтрусовых шкурок или супа из шкурок тыквы нужно много поработать. Просто так я их не могу съесть. Также есть такие вещи, как, например, картошка или яблоко, оболочку которых можно кушать. Но изысканный потребитель все-таки ее удалит. Получается, что кожура – это плохая вещь. Но кожура необходима для того, чтобы защитить фрукт или овощ от насекомых или непогоды. Кожура позволяет плоду сохраниться в целостности и не распадаться. Так скажите, кожура – это добро или зло? Если верить, что Бог создал все для нас, людей, то кожура является злом. Из-за нее мы почти чуть не остались без нашего любимого кокоса. Но если бы не кожура, то тот же кокос не смог бы дорасти до зрелости, чтобы быть пригодным нам. В кабале кожура или кэ-ли-па на иврите является метафорой, объясняющей присутствие зла в этом мире. Эта толстенная оболочка кокоса для нас в Вишиве являлась точным злом. Если бы не добрый аборигент, то мы были бы вынуждены оставаться без лакомства. Но это необходимое зло, так как эта оболочка была необходима на предыдущих этапах существования этого кокоса. В мире вокруг нас много зла, но это необходимое зло, потому что оно было необходимо в прошлом. Вопрос только, что нам с ним делать сейчас? Есть кожура, с которой ничего не поделаешь. Есть зло, которое должно быть на данном этапе искоренено, как шкурка кокоса. Кабала объясняет, что есть три типа подобного зла, они называются гиммл-клепот-тмеот-ле-гамре. Есть также кожура, которая может быть переработана, как кожура апельсина. Но для того, чтобы это было сделано, необходимо вначале понять, что эта кожура – это не апельсин, это не добро, которое можно потреблять в чистом виде. Оболочка должна быть вначале отделена от фрукта, а потом она может быть переработана. В кабале это называется клепат-но-га. Посмотрите на ваш помойный ящик. Сколько в нем отходов? Это все зло, которое на каком-то этапе было необходимо. Поэтому это необходимое зло. Но теперь мы должны знать, что от него нужно избавиться, так как оно сейчас ни для чего не пригодно, и его нельзя исправить. Если весь мир – это кухня, то Тора – это книга по духовной кулинарии. Она говорит нам, какие ошкурки пригодны в пищу, а какие нет. Как правильно обработать кожуру, которую мы хотим пустить в ход. А главное – как открыть этот кокос и избавиться от оболочки. Продолжение следует...